Лук, лучок Лук, лучок, луковичка Hello всем Доброе утро. Ваня, тебе доброе утро. А, кстати, если без прикола, я вообще какая-то сонная, реально. Просто ты одинокий воздух. Так, что я хотела, что я хотела. Как всегда, кроссовчики. Опа. Глазастик. Глазастик хочет спать. Собака у меня, я от него закрываю комнату другую, чтобы он не гавкал. Скучаешь по мне? Ваня, у тебя что, этот настроение? Ее махнуть? Ты блогер? Вы зачем обзываетесь? Так. Чаюню, чаюню я буду. Еще раз. Не реклама Гринфилда. Мне Гринфилд не платили за это. Всем рекомендую реально вот такой мятый шоколад. Вот чай. Охренительный. Знаю, что карантин продлили. Ну, до 11-го числа. До 11-го числа же сказали. Ну, ребят, мы сидим. Все, лето сидим. Ну, успокойтесь. Как его, как его не будут продлевать, когда цифра зараженных каждый день практически одинаковая? Привет, Лер. Как ты? Привет. Привет, Артур. Хорошо. Нормально. Карантин. Ну, ты как? Иди спать. Тогда зачем себя мучаешь? Ну, слушайте, если я буду сейчас лягу спать, а потом проснусь в 4 часа утра, и что я буду тут ходить? Песни петь. Пиздешься. Ну, дебил. У меня, вон, у знакомого подруга мамы умерла вот сегодня или вчера умерла от коронавируса. Сын заразил. В итоге их вдвоем забрали в больницу. Вот. Сын в этом... Как его, господи, в реанимации, а мама умерла. Так. Я все порно пересмотрел, получил статус goldmember и почетный член порнхава. Вот, решил юморнуть устал. Ваня, а как ты печатаешь? У тебя же рука должна устать. Да, дна, конечно, дна. Дом, что касается дом, семья, машина, личная жизнь, это все не показывается. Да, можешь петь, тебе неплохо получается, еще танцевать. В эфир я не хочу, я не настроена... Не настроена беседы беседовать с кем-то. Так ты же выкладываешь посты и снимаешь, тоже так же, как все блогеры. Ребята, если бы я была блогером, я делала бы эти ебучие гивы, эти... Как их называются? Батлы, хератлы, розыгрыши. Подпишись на всех спонсоров нашего гива, блядь, и получи фигу. На Ваню обижена? Почему я на Ваню обижена? Вот вы какие-то странные. Я же говорю, вчера... Вчера я была выспавшаяся, веселилась, тут шутки шутила. Вы говорили, ты пьяная или какая ты? Сегодня я сонная, теперь вы говорите другое. Верю, что в этом есть хоть какая-то часть политики. Ребят, не о политике. Татуировки нет, не планирую. Так, моя мечта тебя увидеть. Прямолинейная Лера у табеля двушка. Ничего не пьян. Так, как Лето Шама говорит максимум дома. Я знаю, мне Шама тоже говорил эти моменты. Ну, не знаю. В плане ослабления и вот каких-то постепенных выходов из карантина, да. Вот. А так... Не до мая, я думаю. Длины волосы, вон ли. Так, планировала весной делать гив на машину. Нет, не гив. Это был бы не гив. Это другая была бы история касательно моей машины. Так, ребенка всему свое время. Когда будешь готова к беседе со мной? Ну, я сегодня не планирую выходить с подписчиками. Так, вот. Продление режима до 11 мая. Так. Твою маме понравилось в Дубае? Ну, конечно, мы не один раз отдыхали там. Ну, сколько? Два или три раза. Три раза, по-моему, мы были. В Дубае с ней. Или два. Что-то не помню. Три раза, по-моему. Лера, у тебя есть девушка? Вань. Ты, блядь, когда шутить научишься? Ну, ё-моё. Потом отправлю тебе. Артур не поняла. Сейчас, видимо, пропустила, что ты до этого писала. Напиши заново. В Дубае хочется. Да, в принципе. Нет, я честно не скажу, что мне прям куда-то хочется. Потому что я там, о-о-о, если я там не полечу отдыхать куда-то. Меня пипец от этого ломает, что я не увижу море. Ну, я не знаю. Я спокойна абсолютно. Так, кожа прекрасная. Чем, думаю, ухажешь за лицом? Так, маски различные. В основном это доктор Джарт. Потом крем для лица Валмант. Потом... Блин, как оно? Как это фирма? Я не могу его говорить. Шеи, ножей. Ну, блин, вот это. Под глаза. Вот. Да ничего сверхъестественного такого. Как же заебала наблюдать гивы? Ну, да. Вот этот, блядь, ну, клоуна, закон подписчика вот этих вот. Ой, блядь, цирк. Имя мне мое очень нравится. Татуаж? Нет, это карандаш. 12-го надеюсь открыть магазин. А-а-а. Ну, короче. На связи и будем. По тусовкам скучаю ли я? Нет. Вот буквально разговаривала с другом, со своим... Насчет гулянок, насчет всего. Ну, как бы... Нет, понятное дело, когда все это закончится, мы, естественно, все ворвемся, напьемся, оторвемся и натанцуемся. Вот. Но сказать, что я потом отправлю пистолет. Да, хорошо, дорогой, спасибо большое. Я поняла. Буду, если кто-то нападает, буду стрелять. Вот. И разговаривали. Я не скажу, что я хочу гулять, тусить, что меня как бы тянет. Нет, абсолютно спокойно. Сними свой макияж, выложи в ленту, как используешь на макияж. Ну, я поняла, о чем вы говорите, но, блин, я пока не планирую делать такое. Отдохнула на год вперед. Ну, я... Слушайте, ну, что мне париться, если я прилетела в конце января только с Мальдив? Вот, поэтому... До этого в сентябре мы были... Я практически месяц в Дубае была, у меня мама как раз была на отпуск. Мы с мамой были в Дубае сентябрь, а потом январь Мальдивы. Ну, то есть я нормально, я спокойно. В плане отдыха, в плане такого. Почему постоянно губки прикусываешь? Привычка, да, привычка. Тональное средство у меня есть Худо, но он такой более плотный, это более такой вечерний. Потом Марк Джейкобс, такой плотный, ну, он как жидкий, но плотно ложится. Ну, и Мак Студиофикс. Питомцы, да, бегают, конечно, как угорелые. Согласна с тем, что... Нет, не согласна. Можно лицо чуть подальше, не хочу, мне так удобно, что мне. Я так читаю. Наверное, там Кущина. По национальности я украинка, духов у меня очень много. Сделаю тоже обзор как-нибудь. Я вот насчет книг вам говорила, сделала книга, пост. Еще духи сделаю. Так, 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 Махачкала, здрасте, здрасте. Во сколько лет накончала? Ну, я первый раз сделала, во сколько, 18 лет. Ну, я уже три года, я же говорю, ничего не трогала. Так, красивое спасибо. Поздравляю с днем рождения, Дмитриевна, 2020. Счастья, здоровья. Любимая тушь для ресниц, так как я всегда пользуюсь, наращивала волосы... Ой, волосы, боже, ресницы. У меня туши даже никогда не было в косметичке. Вот, а так... Белли... Сейчас, подожди. Вот, а сейчас вот у меня этот, эту фейс, эта тушь, мне очень нравится. Белли... Белла, привет тебе, Белла. Ты недавно обещала, как выложишь, мейк или в прямом сделай, девочки это любят. Ну, то, что любят девочки, я за них рада, ну, как бы, блин, ну... Я, в принципе-то, вот я сейчас эти дни просто там делаю мейки себе, потому что, ну, как бы, просто себе сделать кайфово. А так я вот все дни абсолютно без мейка, без ничего, вообще не хотелось, не краситься, ничего. А, любимые напитки... Ой, забыла сахарочек. Напитки любимые, если из обычных... Если газировка, то у меня фанта любимая. Да я даже не скажу, что у меня прям что-то любимое. Есть настоящие подруги, верю в женскую дружбу. Насчет женской дружбы уже неоднократно отвечала, это единичные случаи. А так, алкашку уже выпила, нету, она вся стоит в ящиках, как и стояла. Как твое настроение? Замечательное, только какая-то у нас и погода такая непонятная, мрачная. Любимые игры? Ролевые. Ой, сколько вопросов, я пролистнула. Так, модно быть в теле или нет, лучше худенькой? Слушайте, модно то, что тебе кайфово. Так, блин, я все пропустила, так, идем дальше, блин, и все пролистнуло. С бойфренда по видео поговорить одни для себя. Слушай, мой бойфренд меня с утра видел ненакрашенную и в любых видах, и, блядь, по видеосвязи, поэтому какая разница. Киев, здрасте, книги какие посоветуешь? У меня пост с книгами есть, смотри. Ты все время дома, они говорят, да, я дома уже какой-нибудь, больше двух месяцев уже дома. Фрукты любимые? Тоже не скажу, что у меня любимые. Наверное, ананас самая любимая. Клубника, ананас. Черешня. Ну, это как бы, ну, так. Фрукты, ягоды всякие. Малину не очень люблю. А солнышко сегодня же светило. Не знаю, я проснулась полтретьего дня. Шампунь. Так, тоже отвечала за квартиру, отвечала. Блядь, даже не буду как попка дурак, он каждый раз со мной тоже отвечает. Куда хочешь полететь после карантина? Я не собираюсь никуда лететь, потому что у меня много дел стоит сейчас из-за карантина. Почему на мои вопросы? Ну, потому что я не могу, блядь, увидеть все вопросы. Почему такая скандальная девушка? Потому что правду все, всегда говорю в лоб. Маска, керастаз. А этого бойфренда смогла полюбить. Любовь для меня это слишком громкое слово. Есть какая-то влюбленность, симпатия, но о любви я не говорю. Когда я начала первый раз встречать, ты стеснялась своего партнера. Во-первых, с кем я начала встречаться, у меня с этим мальчиком не было никакой связи интимной. Поэтому партнер тут слова не подходит. А так, конечно, первые отношения, первая влюбленность. Естественно, это какое-то стеснение. Вешу не знаю, сколько по образованию тележурналиста. Насчет района. Ты что, в гости хочешь зайти? Если не боишься вируса, почему не выходишь из дома? Мне что бояться, блядь? Я вообще ничего не боюсь. Я не боюсь вируса. Меня попросили, блядь, люди, врачи, доктора. Сидите дома. Мне куда выходить? Мои дела, допустим, все стоят. То есть моя сфера, в которой я двигаюсь, она вся стоит сейчас. Куда мне, блядь, выходить? Меня попросили элементарные нормы соблюдать. Оставайтесь дома. Ну вот я и остаюсь дома. Это не по этой штук. Это значит, что я боюсь чего-то. Да мне похуй на все. Чего мне бояться? Почему не развиваешь страницу в Инстаграм? Ну потому что моя страница, это просто какие-то там фотографии из моей жизни, из моей работы, из моих каких-то личных моментов, а не основной заработок. Потому что кто развивает свой Инстаграм в виде этих гиво, вот этой всей хуйни, это просто их основной заработок. Так, хорошо, грудь не сделала, молодец. Авиаперелет откроют. Куда полетишь на море в РФ? Да я не знаю. Я же говорю, я в принципе пока сейчас никуда не собираюсь лететь. У меня столько стоит дел, которые мне нужно делать. У меня учеба остановилась. Другие дела. Программа моя, финансовая сторона. Потом другие какие-то свои планы, которые мне нужно было реализовать. У меня все остановилось. Поэтому куда лететь, блядь? Когда только все закончатся, нужно будет по максимуму работать, а не лететь. Как быть раскрепощенной в постели? Не знаешь. Представь, что это последний день в твоей жизни. И нужно натрахаться. По самому я не хочу. Так, что у нас там дальше? Про вирус, гон. Все отвлекало. Вот если ты такая глупая, блядь, очень жалко, что из-за таких глупых людей потом на ИВЛ люди у них легкие, блядь, разрываются, и они умирают. Если вы не понимаете. У меня сегодня, я же говорю, у знакомой, у мамы моего знакомого, у моего друга, умерла ее подруга. Кинули на бабки на работе. Дай совет. Все зависит от ситуации. Либо звонить чеченцам, либо, блядь, прости, и больше найдешь. Так. Можешь и тут зарабатывать. Сейчас все блогеры эти сели на жопе ровно, блядь, и сидят, сейчас реклама у всех стоит. Чему учишься? Повышение квалификации у меня в плане журналистики. У вас, мама, в Украине, мама. Так. Твоя подруга... Какая подруга, блядь? Подруга, блядь. У меня подруг, блядь, вообще практически нет. Фросс. Нет. У меня фамилия Демченко. Валерия Владиславовна. Я верю в дружбу между парнем и девушкой. Только вот в эту дружбу и верю. Хорошего вечера. Благодарю и вам. Кого кинули, напиши в директе ситуацию. Реально, по-моему, ты решала его. Сиди, всем он помочь хочет. Привет, кстати, дорогой. Лучшая подруга, мама. Всегда я говорила так. Тебе нравилась учеба в универе? Я училась на заочном, потом... Сначала я на очном училась, потом я поняла, что, ну, типа, блядь, во-первых, мне вот это вот... Ходить на пары с такими дебилами, однокурсниками, общаться ни о чем. Они там, блядь, на вписки, на хериски. Потом вот эти всякие там, ну, короче, я не понимаю вот эти сходки студенческие, вот эти вот... Ну, не моя эта история. Всегда, как бы, у меня всю жизнь было со школьных времен еще другие круги общения, другие люди. Я никогда не могла общаться с одноклассниками, с однокурсниками. Вот, поэтому... Вот так. А единственная, наверное, человек, который читает, отвечает. Летше круто, обожаю, благодарю. А откуда я взялась, Фрост? Совершенно случайно, вообще, даже мне по умам и придумала этот Фрост. Потому что я отмороженная по жизни. Фрост, это же на английском переводится как мороз. Нет, не крашу волосы. Как бы, совершенно случайно, еще раз говорю, предыстория. Да нет, никакой предыстории. Фрост переводится с английского как мороз. Я всегда на своей волне, то есть отмороженная по жизни. И мне, блядь, всегда на все равно. Вот от этого и пошло, Фрост. Ты общалась со старшими ребятами? Да, в моем окружении всегда были люди старше. В школе, потом в универе. Но я не могла, не могу общаться с одногодками. Школьная любовь? Да, конечно же, была. Книги читаю, уже пост выставляла, как всего добилась. В лотерейный билет выиграла. Обожаю, всегда отдельные советы даешь. Спасибо. Как бывшего? Забыть и не ревеновать его. Типа, он лучше найдет, пипец, мучаюсь. Да нахуй, бывшего, то и будешь. Слушай, если был бы он крутой, он бы не был бы бывшим, понимаешь? Если он стал бывшим, значит, значит, все. Как потолстеть? Хороший метаболизм. Ему не толстеть. Ну, не знаю, тут, знаешь, половину женщин тебе сейчас позавидовали. Когда-нибудь били лицо за твой язык? Безобидно, ты острый. Нет, била всегда только я. Никто в жизни меня за мой язык не тронул пальцем. Если тронули, блядь, эти языки у них бы повырезали бы. Их языки бы повырезали бы. Москва или Киев? Каждый город по-свой. Киев мне в свое время свой толчок дал, Москва свой. Поэтому я люблю эти города одинаково. Но касательно моей сферы, мне в Киеве стало тесно. Потому что в Киеве там какие-то свои, то, что мне нужно было сделать, я там сделала. И программа у меня была, и теле, и радио, и журналы. И тот пято-десято, но свой максимум я в Киеве выполнила. Ну, как для себя. Поэтому очень умная девочка. Новая песня. Пока мне вообще не до этой песни. Абсолютно. Ответь на вопрос. Что для тебя самое главное в жизни, как ты считаешь, интересно услышать твой ответ? Однозначно это семья. Это здоровье. Это создание своей семьи, рождение ребенка. И самореализация и работа, в том числе карьера. В Москве дорого жить, вот для комфорта нужно 100 тысяч. У каждого, ну, у каждого же свой комфорт. Я абсолютно могу спокойно прожить и на 50 тысяч, и на 500 тысяч, и на 5 миллионов. То есть, это же, слушайте, абсолютно разные расходы. Я даже сама не знаю, у меня один месяц бывает, я там копейки потрачу. Один месяц бывает, сама офигеваю. Вчера было настроение нахуй, а сегодня похуй. Он меня херачил. Нет, там не было такого, что меня кто-то херачил. Там, блядь, больше я била. Либо были драки какие-то, вот и все. Рубрика в машине, новые треки, быстрее бы все закончилось. Но на самом деле, мне, у меня есть, мне сделали пропуск на машину. Вот, и, 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 что я хотела сказать. Вот, и я думаю, буквально там через пару дней я буду выезжать кататься по городу. Просто буду все дезинфицировать, и все, я просто буду кататься туда-сюда, туда-сюда по Москве. Так, бил, он меня не бил, там были драки, там я его больше била. Отношения такси. Ну, я о политике не разговариваю в прямом эфире. Так, сколько на самоизоляции? Уже где-то два с половиной месяца. Так, рассуждаешь не по годам, умная, прямолинейная, дерзкая, охеренная. Спасибо. Кабаеву знаю. Конечно, да, Сашку знаю, а липового нет. Вот, допустимая разница в возрасте, абсолютно нет разницы. Ни в одну, ни в другую сторону. Хотела бы жить в Дубай. Какие города рассматриваешь для жизни, кроме Москвы? Было, да, было желание у меня жить в Дубай. Но, ну, понятно, что человек ко всему привыкает. Но именно момент жары постоянной меня очень, ну, для меня это сложно. Я не люблю прям жару. Постоянную. А там вы понимаете, какой этот... Настя, рыбка. Боже, это это бледина? Нет, конечно, незнакомо. Мне, прикинь, на проект звали так, позвали подругу, но сказали похудеть. И так общалась с нами девушка. Зай, слушай, Зай, Зай, мы поджали. Ну, блядь. Я же тебе сразу тогда сказала, не рыпаться туда, этот цирк. Так, насчет жилья отвечала уже 300 раз. Нет, не вернулась бы ни за какие деньги. Во сколько бы детишек всему свое время. Будь красиво, будь счастлива. Фрост, спасибо. Смотрела так. Как ты била, как носит? Да, за тебя болело. Ну, за язык всегда надо получать. Так, потом, что у нас еще? Красота естественная. Так, даже естественная. Ну, а какая? Нравится парень, а он а-ля бабник. Много телок постоянно. Что делать? У каждого, знаете, как же, блин? У каждого бабника есть своя принцесса. Поэтому, ну, слушайте, не, бывают, конечно, неисправимые люди. Но очень часто бывает, когда у мужиков такая защитная реакция. Плюс сейчас поколение бледей, телок. Боже, когда я маникюр сделаю? Я не могу, все, у меня руки не доходят. Ладно. Вот. И это и поколение... А, и поколение этих телок бледей. Поэтому, как бы, парням грех не брать и не ебать. Поэтому тут, может, вопрос весь не в нем. Я всегда в таких случаях на стороне парней. Первое, так, три блогера, которые в ленте. Я вообще на блогеров не подписана практически. Только есть там несколько людей, которых я лично знаю. Ну, и все. Нет, до 11 мая пока. Но будет по-любому дальше. С тобой реально в Москве встретилась. Встретиться я выпила от учения. Я с чужими людьми не пью. Я, конечно, мне приятно. Но я только со своими всегда время провожу. Крестик золотой, ну, конечно. Так. Маник, сама делаешь? Ну, сейчас, слушайте, сейчас такое положение, конечно, сама. И Маник, и Педик. Ты веган? Какой веган? Я без мяса, без рыбы. Вообще никак. В Минске, конечно, бывало. Верно противок сказала. Так, теряюсь, когда общаюсь с парнем. Он очень развит. Мозги есть. Чувствую себя глупой. Только с ним. Ну, значит, развивай. Развивай свой интеллект. Развивай свой мозг. В чем-то будь более подкованной, чем он. И на это дави. И об этом разговаривай с ним. Так. Чему жизнь научила? О, много чему. Много чему. Даже не перечислю все. Уши... А... В 9 лет, по-моему. Крутая оторва. Поиск. Так. Мась 5. Похуистка. Улыбнись. Так. Нравился Шамиль. Обозлилась. В эфире. Что он как мужчина. Мне, блядь, не вообще. Я еще раз говорю. Не интересно. Родителям помогаешь. Мама полностью на моем обеспечении. Я маме запретила работать. И полностью ее обеспечиваю. Замуж хочешь... Я не скажу, что я горю желанием. Ну, просто я понимаю, что да. Сейчас приоритеты мои поменялись. Только самое главное это семья. Хотя я до этого всегда топила, что... Ну, то есть, касательно себя. То, что приоритеты у меня были только исключительно карьера. Да. Цвет волосовой. Предсказано. Здрасте. Косметика абсолютно разной. Так. Мотивируешь. Спасибо. Були. Днем до этого практически сегодня ничего не делала. У меня состояние сегодня что-то неахти в плане... Такая я... Как в космосе. Организовать бизнес. У меня уже все организовано. Ждем окончания карантина. Как развить интеллект? Здесь люди книжки не помогают. А есть, которые в жизни не брали книгу, но прохаванные умные люди. Слушай, ну, блядь, ну, если... Ну, как развить? Ну, не знаю, как развить. Интересуйся для начала чем-нибудь и хотя бы свои интересы обсуждай с парнем. Раз уже такое дело. Что дала самоизоляция? Самоизоляция что дала? Понимание реалий. В эфирах отдаться ему. Ну, блядь, видимо... Ладно, вместо уже неинтересно. Так, спасибо за эфир, с удовольствием. Благодарю вас. Чем занимаешься, как понять, вот это твой мужик или нет? Как ты понимаешь, что именно от него ты ходишь замуж и дети? Слушайте, ну, в моей жизни был один мужчина, которого, ну, я вот прям понимаю, что любила. А, горячо как. Вот. И это... Вот. А так... Ну, там я просто с этим... Как бы мы с человеком в крутых отношениях до сих пор. Как бы там очень серьезные проблемы и сейчас у него. И там на протяжении уже какой? 8 лет пошло, как мы знакомы. Вот. И вот, наверное, вот только там к нему у меня была какая-то такая тяга. А так это очень сложно объяснить. Ну, как? Я не знаю. Я не испытывала вот такого, допустим. Поэтому я как бы и говорю о том, что как бы, ну, там, замуж, детей. Это, наверное, ну, как бы ты почувствуешь. Я не чувствовала, у меня не было такого, что вот все, вот оно. Поэтому не знаю, тут вам не отвечу на этот вопрос. Давайте, ребята, все напишем, что мы любим Леру, а то мы грузим. Да не, не грузите. Спасибо. Бабников шли нахуй, сразу люби себя. Никогда не смотрела эфир с тобой, тут залипло прям спасибо. Вопросы думаете о себе, о своих приоритетах, о остальных, тогда все станет так. Пообщаться с тобой, мечта. В смысле пообщаться? Я сейчас тоже с вами общаюсь. Как правильно себя вести с бабником? На пахуизме на полнейшем. И вообще не подпускать к себе. Планируешь оставаться в Москве? В Москве, да. С бывшими, со всеми, кроме одного человека. Ну, типа, с хороших отношений. Так, 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 так. Такая приближенная к людям, я в шоке до сих пор. Я не то, что приближенная, я простой человек. Ну, как бы, в мое ближайшее окружение сложно попасть. Но к людям я ко всем абсолютно, к адекватным людям и к адекватным вопросам, и к адекватной какой-то там ситуации я, как бы, открыта всегда. Девушка, любите себя в первую очередь. Блин. Бля, Зая, думала ты в эфире. Ладно, не буду, потом посмотрю в WhatsApp. А малышка говорит, ой, Сань, давай можем завтра выйти, давай завтра. Я просто сейчас хочу это довести, и этот, и у меня там женихин, жених мой, он бомбит на проводе. Я сейчас закончу эфир и сниму, а потом уже там можем завтра что-нибудь придумать. А ваш Шамиль крышует. Блядь, ребят, меня крышуют, все крышуют. Что я у меня, она полетела. Так, на вопросы отвечаешь, прямой эфир ведешь. Я про это говорю, единственный человек, кто отвечает, не замалчивает. Ну, потому что, видимо, блядь, многие вообще в принципе молчат по жизни, поэтому можно не отвечать. Так, так, так. Бомбовая благодарю. Похоже, что вы с Туркменами общались. Нет, вроде у меня никого не было из Туркменистана знакомо. Не знаю, вроде нет. Пью чай. Подборку фильмов. Ну, я как-то сториз выставляла. Блин, они же пропали. Ну, наверное, я просто не сильна в фильмах, сериалах. То есть я там за свою жизнь, там, я не знаю, сколько там посмотрела фильмов. Там пару, не знаю, сериалов каких. Может, там 5-7 сериалов. У меня нет зависимости, что, блин, посмотреть что-то. Так, была в твоей жизни такая влюбленность, но без ответа, когда человек тебя даже не замечает. Нет, ну, это может быть какая-то была первошкольная любовь, когда я там была в пятом классе, а мальчик был в девятом. Вот тогда, да. А так, чай вот этот, я, видишь, вам показывала уже сто раз. Вот этот. Минт энд чоколад. Вот, и этот. И вот тогда может быть какая-то такая. Так, по жизни, нет. Нет, я всегда, я наоборот, я очень взаимный человек. Если, если я, как бы, знаете, есть там девчонки, которые там что-то не так, блядь, там что-то не складывается, или там мужик начинает что-то там туда-сюда, кто-то кого-то это заводит. Я, ну, я наоборот, как бы вижу, когда если мне что-то не нравится, какие-то даже мелочево, нет, человек ко мне хорошо относится, кто ко мне хуево относится, я с теми людьми никогда не буду. А если, ну, то есть, мне какие-то мелочи, что-то раз не понравилось, два, я уже сразу вычеркиваю. Ну, как-то так, со временем. Что ты им сделала, что тебя все крышуют. Человеком охуенным родилась. В 25 не поздно в Москву ехать, в Москву никогда не поздно ехать. Подожди, я приехала в Москву, сейчас мне 26, ну, во сколько я приехала? Ну, в 24. Ну, вот, 24 я приехала. Как отпустить человека, если любишь до сих пор? Перелюбишь. Купи меня клевый фильм, рекомендовали. Да, хороший фильм тоже такой, познавательный, клевый, но тяжелый. Ну, вот, просто нужно смотреть и выводы делать, потому что многие же девочки думают, что Москва, деньги, мужики, блядки, то-се, а потом, блядь, где-то в лесу закапывают их. Как привлечь к себе внимание парня, который совсем не обращает внимания, не надо тебе его внимания привлекать. Кто нужен, тот сам привлечется. Так, слушай, с парнем идешь в ресторан, заказываешь все, что хочешь, или как заказываешь кофе и все. Я заказываю только, ну, что значит, я заказываю все в зависимости от своего желания. Если я хочу есть, я заказываю есть. Если я хочу кофе, я заказываю кофе. Если мужчина, блядь, элементарно не может оплатить тебе пожрать, то это уже надо сразу прощаться. Ну, это бред. Как относиться к домашнему насилию? Считаю, что бабы сами провоцируют мужиков. Я считаю, что за мужиков, кто поднимает руки на женщин, нужно, блядь, эти руки отрубывать нахер. Но и я против того, чтобы тёлки себя строили, вот этих, блядь, бедных, несчастных. Он меня бьёт, а я терплю. Он такой мудак, а я ему готовлю, жду его. А он не изменяет, а я его люблю. Ну, значит, живи, блядь, как собака. Реально встречалась с Доней. В каких сейчас отношениях? Да, мы с Доней встречались. Мне было тогда 18. Он ещё не был Доней, Доней. Ну, он с Тимати уже работал, но не был тем Доней, которым он сейчас является. Вот. Мы с ним нормальных отношений, хороших. Но если где-то там увидимся, я могу его там, не знаю, с днём рождения поздравляла я его. Если увидимся где-то, ну, как бы поздороваемся, нормально. Как дела, как дела, ну, то есть нормально. Блин, Лера, может тебе в кино? Да, я думаю, и этого, и эта ступенька в моей жизни будет. Почему ты похожа на Чебурашка? Потому что я есть, Чебурашка. Я в шоке от тебя. Добавь меня хотя бы на минуту. Ну, блин, сейчас вас добавлю, другие начнут проситься, обижаться. Нет. Давайте просто отдельный день выберем. И уже проведу эфиры с желающими. Посоветую, пожалуйста, тональный крем, только проверенный. Ну, всё же зависит уже индивидуально. Ну, как я вам посоветую? Откуда я знаю? У вас жирная кожа, сухая, комбинированная. Вам нужен тональный вечерний, повседневный. Я просто повседневной жизни не крашусь. У меня все мои тональные, они... Ну, вот то, что сейчас. Сейчас я, допустим, на карантине чисто для себя. Вот. А так у меня все тональные термоядерные. В основном, которые там на съёмки подходят. Либо которые долгоиграющие, которым накрасился и ходит 12 часов подряд. Фан-встречу. Слушайте, ребят, я не люблю вот эту формулировку фан-встречи. Я такой же человек, как и все. Просто меня чуть больше людей знают. Так. Лера, я вчера от мужа ушла. Сейчас хочет вернуть. Что делать? Ну, я думаю, если бы круто у вас все было, то... То-то-то не ушла бы ты. Я тоже с Доней встречалась, блядь. Ну, может, подъебнула у тебя пару раз. Ну, все, что же делать. Встречалась она. Так. Как считаешь, с Дагом встречаться норм? Я дружу с ребятами из Дагестана, с Гори-Течня, другие какие-то национальности. Встречаться у каждого... Я не говорю, что... Что норм, что не норм. У каждого своя норма, и... Все зависит от характера, от человека. Ну, это как можно так? Титьки делать или нет? Страшно, но хочется... Нет, титьки не модно делать. Я уже говорила на эту тему. Группа крови отвечала. А, не, не отвечала. Быстро ко мне, группа крови. Вторая положительная вроде. Так. Так, 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 так. Умоляю, Лерусин, две минуты. Просто передашь привет и все. Слушайте, не надо мне умолять. Я полгода сказала. В один день выйду и все. Лера, от счастья... Так, от души. Очки. Как себя замотивировать на похудение? Слабая характером очень. Ну, херу, у тебя в жизни придется, что-то слабая характером очень. Лерка, искренне от души. Тебе желаю женского счастья. Хочу вот потом тебе волосы... Так. Вопросы задавать, где подгузники купить? Спасибо большое. Все взаимно. Как относишься? Никак, я не знаю, этого человека. Но отрицательно отношусь к тому, что вот это вот, блядь, строит из себя бедных несчастных. Я терпеть не могу, когда, блядь, бабы вызывают к себе жалость. Вообще, любой человек, который вызывает к себе жалость, для меня фу, блядь. Сильно шелушится кожа один, не знаю. Я вам не косметолог. Никак, я не могу, я советовать то, что, блин, индивидуально для человека, для каждого человека по-разному. Все индивидуально, и, блядь, как можно так сказать? К шоу холостяк... Зачем я? Ну, ахер, это, блядь. К холостяк, да, нормально отношусь. В Москве я... Третий год. С Лизой Кутузой, да, мы общаемся. Вот я буквально пару дней назад ей писала, желала, чтобы она держалась, потому что у нее такая ситуация, там, не очень хорошая. Так, идеальный трот у лица, как фарфоровый. Ну, у меня тональный крем Марк Джейкобс из последней новой коллекции. Смогла бы ли ты выйти замуж за мусульманина? Уже отвечала. Во-первых, я не делю людей по вероисповеданиям, по нациям. Во-вторых, скорее нет, чем да, потому что... Причем процент очень маленький, что да, потому что мне с ними дружить хорошо. Привет, наша красотка, я люблю тебя, потому что ты искренне настоящая, не лицемерка. Спасибо, Ули. Осетия, здрасте, к бородиной, хорошо. Собаке, он с тобой спит, да. А так ты, пипец, какая клевая. По крови, кто по нации, украинка. Что для тебя женское счастье был бы милый рядом, но больше ничего не надо. Да что женское счастье? Женское счастье быть любящей, любимой, защищенной, уверенной в своем мужчине, быть слабой в этих отношениях и быть уверенной в завтрашнем дне. Вот женское счастье. И чтобы мужчина твой брал полную ответственность за тебя. Из серии, что ты поела, что ты обула, и что ты, и поспала ли ты нормально. Селфи, нет, я не отказываю, кто подходит просит фоткаться, не отказываю ни в коем случае. Можно узнать твой любимый косметологический ботокс. Я делаю, потому что, ну, как бы мимика, у меня это уже отошло. А так, ничего сверхъестественного. А сейчас так жилье говорила, архив фото закончился. Да нет, архив, он нескончаемый. И просто я решила, просто я решила вчера что-то фотку такую сделать. Получилось прикольно. Я вчера так ждала свой прямой эфир. Самое лучшее, что может быть в Инстаграме. Спасибо. Бескресно. Идите вы нахуй, дружите. Я буду со всякими разными. Знаешь, кого напоминаешь, Тину Кандалаки в молодости, она такая же, как и ты, жесткая. Я, кстати, смотрела ее интервью с Корчевником, когда она говорила насчет мамы своей, насчет того, как она там пробивалась, как она свой акцент. У нее же грузинский акцент жесткий был. Но он как бы сейчас присутствует. Вот, и как она акцент этот убирала. У меня тоже, я причем прям вижу колоссальный рывок в плане того, что когда я только в Москву переехала, как я разговаривала, и сейчас, ну то есть вообще прям очень чувствуется. Все равно, конечно, есть еще акцент какой-то в каких-то моментах, когда начинаю быстро говорить, либо эмоционально, тогда как бы украинские корни у меня как бы чувствуются. Вот, а так прям у меня вообще по-другому речь сейчас, нежели чем, как она была изначально. И в Кандалаке тоже она работала с педагогом, по технике речи выговаривалась, потому что, ну, потому что акцент такая штука, очень сложно убираемая. Желаю снять самую крутую фильм. Благодарю, как вырваться девочке из Луганска. Ну вот, я сижу из Луганска, девочка вырвалась. А у Лизы нервы защемило. Тебе до нее иди нахуй отсюда, блядь. Очка оставь, блядь. Блядь, очка оставь. Вот. Сейчас шокать модно. Да шокать модно, это понятное дело. И шо ты? А шо ты, а как ты? Это все ясно, но есть момент как бы работы, да, и когда все равно чистая речь нужна. Вот. И что хотела сказать? Забыла уже, что хотела сказать. С мамой на русском, на русском мы разговариваем. Я же родилась в Луганске, и там вся русскоязычная часть Украины. Но и на украинском мы спокойно разговариваем. Тоже работала с педагогами по технике речи? Нет, я не работала ни с какими педагогами. Я сама себе педагог. Вот. Но сейчас как раз я начала учебу вот касательно техники речи, поставленной речи. Матерный сленг тебя не красит, мне похуй. Я как хочу в своем эфире, так и разговариваю. Вот. И как раз вот только вот я начала заниматься, чтобы до конца добить четко поставленную речь. Вот. И как раз карантин объявили. Так. В отношениях отвечала. Красотка самая-самая приятная. С тобой наблюдаю, нравится прямое мнение. Спасибо, Були. Так. Блядь. Не пишите мне. Вот девочку сейчас. Может, ни за что заблокирую, потому что... Так. 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 Вот сейчас, с которой эти фамилии будут лишние помелькать, поблокирую. Сегодня с настроением. Да, с настроением, конечно. Бросила бухать. А когда я бухала, блядь. Я когда хочу, пью. Хочу, не пью. Бухать, блядь. Ты бухаешь, может, где-то. А я охуенное шампанское могу себе позволить. Так. По Украине. Шо вам просто повесты на украинском мобе? Шо вы хочете, чтобы я вам сказала на украинском мобе? А? С английским? Ну так, little bit. Так, где? Брат, сестры нет. Так. Так, так, так. Москва небольшая деревня. Как думаешь, все друг по другу? Ой, слушайте, Москва, это вообще, это огромнейшая деревня. Все за всех, все про всех, за все. И как, и что, все. Знаю, ну, тусовка. Нет, смотря какой круг общения, допустим, то мой круг общения, все друг с другом переплетены, все уже перееблись друг с другом, попереженились, попереразводились. Ну, то есть все, очень все узко здесь. Поэтому я и знаю, что как бы за себя я знаю, почему я на крутом счету в тусовке, в обществе, потому что все очень быстро распространяется. И поэтому ко мне максимально уважительно все относятся. И поэтому, если кто-то что-то пизданет, у меня есть, кому за меня заступиться, потому что люди за меня знают, что я и кто я. Так, 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 как дела на украинском языке, расскажи. Поплакала и снова фиалка расцвела. А я не помню дальше слова. А в Москве в Эпке... Это я не знаю. Это какой-то этот... В Москве, где я нахожусь, там эти. Блядуньи обыкновенные. А в Эпке это эти. Блядуньи низшего пошиба. Я и так вчера золотой эфир прямо засунула, проснулась, от тебя не было в эфир ночью. Ничего не поняла. Одни и те же вопросы, вы хотя бы слушайте ее ответы. Да, может, что, видимо, кто-то заходит, кто-то выходит. Зубы идеальные, глаза огонь. Благодарю. Так, ничего не понимаю. Люди... Самое... Супер, Лерусь, спасибусь. Лера Фрост, лав пан. Так, привет с Англии. Хорошего настроения. Благодарю вам тоже. Всех благ. Когда покажешь, не покажу. Потому что я... Меньше, знаете, дольше живете. На хорошем счету, что ни с кем не перееблась. На хорошем счету, какой я человек, во-первых. Во-вторых, не перееблась ни с кем, блядь. Чтобы вот так вот... Я же просто знаю, блядь, как все происходит. Почему у меня такое отношение к женскому полу. Потому что на моих глазах такие вещи происходят, как себя телки ведут. Гази, вот так, сейчас. И я же говорю, знаю, как себя ведут. Как все происходит. Насколько дико, настолько стрёмно, позорно. И вот поэтому... Поэтому я знаю... Че так? Да-да-да, умею, конечно, готовить. Зачем ты куришь, тебе еще рожать? Слушайте, в Москве такой воздух, что, знаете, сигарета, это еще не самое худшее, что может быть, блядь, здесь. Какой парфюм ты используешь для соблазнения мужчины? Какой твой любимый, блядь? Я что, ебанутая? Ходить в специальный парфюм себе покупать, чтобы соблазнить мужчину? Как все телки ведут? Да как кончено сейчас потрахаться, как за хлебом сходить? Дагестан или красотка, так держать. Дагестан, здрасте, здрасте. Хочешь сказать, что у тебя среди подруг все порядочные, а у меня подруги. Вы скажите, кто мои подруги? Скажите мне, кто, с кем я дружу из девочек? Давайте. Про каждую сейчас расскажу. Конкретно, давайте, с кем я дружу? Твои подруги. Вот, блядь, пизданула, а сейчас вы что будешь отвечать? Вот кто мои подруги? Конкретный вопрос. Что эти телки? Что эти телки делают? Что делать сейчас, блядь? Я даже не хочу об этой грязи рассказывать, как тут, блядь, их по кругу ебут. И как увозят, и как привозят. Сотникова же подруга была. Окей, Сотникова есть подруга, олимпийская чемпионка, девочка, спортсменка, которая заработала колоссальную... Как же мне ему ответить? А, хотя я могу... А, нет, я тут не могу эфир собрать. Ну ладно, потом отвечу. Вот, окей, Аделина, вот по Аделине вообще... Ребенок золотой, спортсменка, с характером, с воспитанием, с трудолюбием и со всем. Окей, кто еще? Давайте. С Акру, да, с Акру не дружу уже. Ну. Про Акру не буду ничего плохого, ничего хорошего говорить. Ну. Что дальше? Ну. Что? Кто? Давайте еще. Вот поэтому сейчас, когда конкретно вопросы задала, когда конкретно вопросы задала, вот сейчас, блядь, и обосрались, потому что... А твои подруги? Какие, блядь? Вот так вот просто, вот сейчас просто на одном моменте подловила. Точно так же все вот касательно другого, блядь, как они что-то пизданут. И что? Я подтвердить нечем. Вот так вот сейчас ситуация один в один. Видела Тридисотникова, плакала она умница, да. По понятиям, какие самые дорогие подарки уже говорила. Вот говоришь, нет хороших девчонок в твоем окружении. Когда, вот, блядь, тоже, когда я такого говорила? В моем окружении одна девочка, близко, да, с которой я общаюсь, дружу, и еще там, блядь, на одной руке можно перечислить, и то это все девчонки. Одна у меня подруга, которая проверена годами, которая политикой занимается много лет. Сабина Агаларова, которая сестра Эмина Агаларова, тоже бизнес, взрослая женщина, у нее там трое детей, как бы, вот. Потом, кто еще из девчонок там, ну, я не знаю даже кого перечислить, перечислить. Вот Сабина Агаларова ответила на вопрос, ну, Саба, трое детей, все, блядь, так Саба это вообще уникальная женщина. Ну, умники хреновые. Элина. Какая Элина, блядь, у меня нет Элины никакой подруги. Лучше всех сделала, ну, конечно. Ленина, окей, Лена Ленина, блядь, женщина уникум, блядь, которая построила сумасшедшую империю, которая недвижимость по всему миру, которая, у которой сеть более 100 салонов по России, бизнес, бабки, сама себя сделала. Сын учится во Франции, живет во Франции, она сейчас тоже сидит во Франции, как бы, ну, окей, хорошо, по Лениной, че. Потом, кто еще? Оксана Федорова. Оксана Федорова, ну, я Оксану не буду, как называть, подругой, да, но я в очень хороших отношениях. Оксана Федорова, мисс вселенная. Ну, окей, хорошо. Ну, по Оксане вообще даже вопросов не возникает. Мама, талантливая, красивейшая женщина, единственная женщина из России, которая выиграла титул мисс вселенная. А потом, кто еще? Камера. Камера никогда не была моей подругой. Так, кто? Дарья Монтали. Мы с Дашей не подруги, мы с Дашкой хорошо отношусь. Мы с ней не виделись уже где-то год. Окей, давай дальше. Семеренко. Какая она нахуй мне подруга? Один раз в жизни видела ее. Она приезжала ко мне в Роял, когда я была там на дне рождения. Спросить у меня совет, что ей делать дальше касательно Дома-2. Дома-2. Все. Потом, что, кто? Кузьми. Ну, нет, я не видела ее, я не знаю ее. Кутузова. По Кутузову тоже какие вопросы. Тоже, ну, как бы, да, я хорошо к Лизе отношусь. Мама, жена, прекрасных двое детей, семья. Ну, дальше что? Вы сейчас перечисляли. Так ты даже подписан, ну, что, что я подписана. Так я же говорю, я нормально к ней отношусь, но она там один раз я с ней пересекалась. Касательно Дома-2 она у меня спрашивала. Почему ты всегда агрессивна? Я не агрессивно отвечаю, я отвечаю обычно, потому что... Потому что, потому что задают глупые вопросы. Касательно того, что... А твои подруги никакие. Ну и че, блядь, какие подруги? Чтоб моя подруга и стать, знаете, блядь, это... Ой, ее че нужно? Так. Общайся проще. Слышишь, ты, блядь, будешь рассказывать у себя где-то там, блядь, где мне как общаться. С Бузова. Ну, что насчет Бузова? Ну, насчет Бузова я никогда слова плохого не скажу, потому что она реально трудоголик. Я к ней, как к человеку, очень хорошо отношусь. Естественно, ну, как бы ей памятник при жизни, потому что, ну, она реально молодец. В этом плане молодец, вопросов нет, все. Кутузова не особо хорошо себя в плане мужчин вела в Доме-2. Слушайте, ребят, во-первых, Кутузова на хую вертела всех всю жизнь. Во-вторых, она себе может позволить вертеть всех на хую, потому что она такая, блядь, непростая баба и с характером, и со всем остальным. Во-вторых, есть результат в виде семьи, многих лет брака и детей, и человеческих каких-то моментов. И чё? Так, короче, мне жених мой пишет уже третий раз. Давайте буду выходить, потом еще, может, чуть позже зайду. Эфир сохраняю, всех люблю, целую, обнимаю. Ставьте лайки и колокольчики, всех обняла, пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Всё, давайте, пока. Так, чё тут, куда-то нажимать. Чём, привет. Я собиралась выходить, а ты уже зашел. Я выхожу. Я, 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 я